МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит Радио Свобода в эфире программа «Лицом к событию» микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии пока Галина Михалёва. Мы еще ждем Александра Закандырина, представителя партии «Альянс зеленых и социал-демократов». А Галина представляет партию «Яблоко». Сегодня мы будем говорить о различных предвыборных манипуляциях в Москве, связанных с выборами в Московскую городскую думу. И вот это один из таких интересных сюжетов. В воскресенье прошли так называемые праймерис, дополнительные выборы или предварительные выборы, которые, в общем, организовывала, конечно, партия «Единая Россия». Хотя оказалось, что это не партия, объясняли, что это коалиция «Моя Москва» и финансируют это бизнесмены. Но, тем не менее, вот это мероприятие прошло. Реклама было много, шума было много. Я думаю, что вот сейчас мы с Галиной Михалёвой и Александром Сокандыриным посмотрим видеосюжет. Но те, кто слушают радио, естественно, послушают. Мумин Шакиров был на так называемых избирательных участках в воскресенье. И мы полюбуемся этой интересной картиной. Пожалуйста. В 8 утра в столице открылись 500 избирательных участков. Организаторы постарались сделать так, чтобы картинка выглядела, как на настоящих выборах. Урны для голосования, кабинки со шторками, наблюдатели и члены участковых и счетных избирательных комиссий. Традиционный праймерис — это голосование по выбору единого кандидата от партии. Однако гражданская инициатива «Майя Москва» в лице таких известных персон, как юрист Михаил Борщевский, издатель Константин Ремчуков и бизнесмен Михаил Куснирович, предложила провести общественный отбор кандидатов в депутаты Мосгордумы, в которых смогли бы принять участие все жители столицы старше 21 года. В итоге в списках для голосования оказались более тысячи человек — представители партии, общественных организаций, а также самовыдвиженцы. Иллюзий по поводу высокой явки никто не строил. Это все-таки не выборы, а праймерис. По официальным данным, 8 июня в Москве проголосовало около 3% столичных избирателей. Хотя многие из тех, кто приняли участие в праймерис, были убеждены, что выбирают депутатов Московской городской думы. Еще раз. Ну, вы поняли, в чем вы сейчас приняли участие? А, ну, конечно, понял. В чем? В выборах государственного другое в Московскую госдуму. Что-что? В выборах государственного... Ой, фу, в Московскую государственную другое выбирают городскую. Вы уверены, что это выборы? Ну как? Я думаю, что да. Он сейчас понял, как раз, когда сюда пришел, объяснили, в принципе. Что объяснили? Ну, что этот праймерис — это не выборы. Я был удивлен, что это выборы. Ну, мне сказали, да. Я, на самом деле, не очень интересовался этим моментом. И таких запутавшихся граждан оказалось немало. Иногда происходили курьезные случаи. На пустом месте возникали конфликты. С этим столкнулись сторонники кандидатов депутата Мосгордума, артиста Леонида Ермольника. Волонтеры открыто агитировали в его пользу на избирательном участке. Им взял замечание бдительный и законопослушный дедушка-пенсионер. Какие жалобы были от дедушек? Ну, вот, что последний день сегодня выборы. Он как бы считает, может быть, тоже он заблуждает, что это все, это вот выборы, вот это так все строго, что как вот оно положено, день тишины идет, да, за день до голосования, что здесь точно так же должно быть. За разъяснение мы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину, который проголосовал на участке номера 1241 в Большом Трехгорном переулке. Вы знаете, можно один вопрос, еще один короткий. Многие, с кем мы беседуем, не понимают, путают праймерис и выборы. Вот 9 из 10 не могли ответить на вопрос, с чем они отвечаются. Вот, мне кажется, это все-таки достоинство такого праймериса, достоинство того, что сделала моя Москва. Она провела такой праймерис, который очень похож на выборы. Но, тем не менее, это предварительные выборы, предварительное голосование, в котором москвичи могут познакомиться с кандидатами в Мосгордуму. Спасибо. Не получив внятного ответа от градоначальника, мы обратились с вопросом к члену гражданская инициатива «Моя Москва» юристу Михаилу Борщевскому. Мы кого-нибудь вводили в заблуждение? Нет, вы авторы идеи, вам, наверное, хотелось реализовать свою идею хорошо и качественно. Так ли? То есть, предполагается, что люди должны были прийти и участвовать в праймерис. Но они думали, что Мосгордума. Это хорошо или плохо? Вопрос. А не думаете ли, что те люди, которые пришли, проголосовали сейчас за выборы, их немало, не придут 14 сентября на выборы в законодательное собрание? Нет, я так не думаю. А вы так думаете? Директор фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос» Мария Гайдар – самовыдвиженец, представитель неформальной коалиции «За Москву». Это группа кандидатов, которая противопоставляет себе партии власти «Единой России». У Гайдар негативное отношение к этим праймерис, но она участвует в них. Это делают технологии «Единой России» для того, чтобы замаскировать кандидатов от власти. Они видят, что по просам «Единой России» набирает не больше 24%. Они понимают, что большинство таким образом не получить и пытаются скрыть этих кандидатов под брендом «Май Москвы». Я, в частности, пошла участвовать в праймерис, в том числе для того, чтобы наблюдать за тем, как это все будет происходить. И могу сказать, что происходило все это не очень красиво. Во-первых, ни разу не провели ни один открытый оргкомитет. Во-вторых, в оргкомитете были люди, которые сами являлись кандидатами, например, Щитов и Шумский. В-третьих, никто никак не ответил, каким образом будут использовать эту информацию выборщиков, которую до конца требовали получать. В-четвертых, велась агитация административным ресурсом за определенных кандидатов. Все муниципальные, все городские газеты поддерживали абсолютно конкретных депутатов, членов партии «Единой России». Настоящие выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 14 сентября 2014 года. Ну вот, вы слышали и видели, кто смотрит на сайте трансляцию, репортаж Мумина Шакирова. Мы тоже это все посмотрели с Галиной Михайловой, представителем партии «Яблоко», Александром Закандыриным, представителем Альянса зеленых и социал-демократов. Ну что, Галина, какие у вас впечатления? «Яблоко» ведь не участвовало в этой кампании, скажем так. Ну, конечно, зачем же участвовать в этом, извините, цирке? Это же понятно, что это чистый обман избирателей, которые путаются. Ну и это максимизация административного ресурса «Единой России», которая потом будет заявлять, что вот это наши народные кандидаты, плюс куча денег ушла на это. Ну и вообще, праймери смогут быть только в рамках одной партии. А это какие-то выборы кандидатов в кандидаты. Ну где это видано? Вместо того, чтобы демократизировать процедуру и делать выборы чистыми, прозрачными и конкурентными, избирателя только путают. Александр, ну вы приняли участие в этих праймерис. Почему? Собственно, хотя это вроде бы мероприятие, на самом деле мы понимаем правящие партии. Ну давайте я поясню. Я не просто принял участие, я вчера и выиграл. Поздравляем, да. Это праймерис по восьмому избирательному округу. Могу рассказать. Да, там по-моему двое, да, таких победителей или трое из числа оппозиционеров. Ну это как считать. Это как считать, у каждого там свой взгляд. Я поясню свою позицию. Я когда в этом принимал решение участвовать, ставил всего лишь две задачи. Первая, агитационная задача, поскольку совершенно понятно, что ужесточается партийное законодательство, принимаются соответствующие законы Государственной Думой, не без помощи вот так называемой этой системной оппозиции. Уважаемые представители Справедливой России и КПРФ, они активно в этом участвуют. Ну и ЛДПР не будем жевывать. Ну про ЛДПР, как говорится, мне кажется, давно всем все понятно, да, там про эти партии, там кому-то еще не... Все понятно, но тем не менее. Ну вот, к сожалению, возможность участвовать в легальной политике становится все меньше и меньше. И я принял решение участвовать для целей агитации, поскольку есть возможность провести за несколько месяцев легально все агитационные мероприятия, еще раз мобилизовать свой актив, своих людей и так далее. Вторая задача, она связана с исключительно с вопросами регистрации на выборах, поскольку, вот, к сожалению, партии «Яблоко» дали такую возможность выдвигать без сбора подписей, да, и основанием для этого является наличие трех процентов на выборы в Государственную Думу в 2011 году, которые по общему мнению многих людей были не совсем честны. И брать это в качестве критерия, в качестве критерия, да, было бы не очень корректно. Нет, Галина Михайловна, я же не про то, что много или мало набрала партия «Яблоко», я просто про критерии сам по себе. Критерий, мне кажется, спорный. Потом там ведь было так, что казалось, что партии 12-13 сначала получат право выдвижения по другому критерию, а потом быстренько это дело передернули. Во время Медведевской реформы вообще решили, что 77? Сейчас 77 партий зарегистрированы. Да, а вот таких, которые могут играть по-крупному, ну и вы все-таки там попали в избранные. Ну так работаем же, нам же все-таки 20 с лишним лет. Хорошо. Ну, я, позвольте, закончу, да, поэтому есть две простые задачи. С одной стороны, агитационная задача, понятно, что это вопрос финансов, да, понятно, что две кампании провести довольно тяжело, поэтому мы вот с коллегами в партии приняли решение, что у нас не будет много таких кандидатов, да, но у кого есть личная возможность вести такую кампанию, да, мы договорились, что будем ее вести. Я ее по своему родному избирательному округу, номер 8, это районный аэропорт, Войковский, Сокол и Коптево. А позиционный, надо сказать, судя по голосованию, по-новальному. 20 лет депутат в Войковском районе, поэтому мне более-менее понятно, какая там есть ситуация. Я могу сказать, лично мне, лично мне, никто особенно не мешал, да, даже действующий депутат Мосгордума Иван Новицкий, да, не в прошлом член СПС, потом, собственно, избирался по списку объединенной партии Яблоко СПС в 2005 году, да, ну, список Яблоко, но мы понимаем, что он был все-таки, там, объединенных демократов. Да, вот он прошел, потом бежал в Единую Россию, 20 лет в Думе продуктивно для себя просидел, но вот на этих выборах понял, что у него электоральной поддержки нету и снял свой кандидат. Вот с праймера снялся, да? С праймера, ну, я думаю, что и с выборов снялся. Ну, видимо, закончил карьеру, похоже. Ну, не знаю, может, перешел на государственную службу там, да, де-факто, на... Сколько может депутатом-то быть? Вот, поэтому я считаю, что любые возможности в такой ситуации, в которой мы оказались, да, вот оказались как партия, которая существует два года. У нас не было истории, какая есть у коллег из Яблока, да, поэтому мы, в принципе, не можем выполнить все эти условия. Ну, хотя, если брать первоначальный законопроект, там предусматривается возможность наличия избранных депутатов, муниципальных органов власти, органов местного управления. Вот в Москве у нас от партии, то есть это не просто люди, которые избраны от кого-то или там самого движенца и вступили в партию, а именно от партии на прошлых выборах, муниципальных, которые прошли в Новой Москве, это было в сентябре прошлого года, вместе с мэрскими выборами. У нас избраны депутаты, у нас рентген, четыре депутата из десяти. То есть, теоретически вы могли иметь возможность... Ну, после того, как редакцию законопроекта коллеги из Правильной России и КПРФ активно правили вместе с единороссами в комитете по конституционному законодательству госстроительства господина Плигина, да, мы лишились такой возможности. И, наверное, не случайно. Поэтому у нас нет другой возможности доносить свою точку зрения, заниматься агитацией и участвовать в выборах. Потому что мы понимаем, что сейчас надо будет собрать пять тысяч подписей, и пять тысяч подписей просто так прийти и собрать, это довольно тяжело. Для этого должен быть определенный разгон, так скажем, да, просто чтобы дистанцию можно было пройти. К тому же, ну, сейчас, будучи победителем этого праймерис предварительного голосования, неважно. Ну, я не думаю, что коллеги меня теперь не зарегистрируют на выборах, по факту. Ну, просто логика политических событий, безносительно юридических процедур, да, говорит о том, что, скорее всего, мои подписи будут признаны, ну, скорее всего, действительными, скорее всего. А почему вы так в этом уверены? Наоборот, если вы выиграли вот эти предварительные выборы, для них выгодно вас не пускать. Придумать что-нибудь такое, еще там, играет в эту игру, конечно. Да, довольно просто. Нет, я могу пояснить. Я в девятом году участвовал в выборах Московской городской думы. Собрал эти несчастные почти пять тысяч подписей, там чуть меньше было. Четыре семьсот плюс, где безопасность, десять процентов можно было предоставлять. Я их представил. У меня сначала признали недостоверными пятьдесят подписей, потом сто. Для Мосгорсуда они дошли, у нас цифра была девять и семь десятых процентов, при десяти допустимых. А потом приняли решение, что все сто процентов подписи, включая меня, моих родственников, они признаются недействительными, потому что я нарушил, якобы, якобы, да. Какую-то форму подписного лица, так называемый, дело подстрочники, ну, это довольно там известная история, да. Вот. Поэтому я отлично понимаю, что вопрос регистрации кандидата в ситуации сбора подписей, это исключительно субъективный подход избирательной комиссии. Читайте, де-факто, администрация. Если администрация не хочет вас регистрировать, вас никогда не зарегистрировали. Касаемо моей победы на праймерис, ну, знаете, для них это будет, мне кажется, репутационным большим ущербом, что человек, победивший на их же предварительных выборах, теперь не зарегистрирован на выборах. То есть он не смог собрать подпись. Это довольно странно звучит к вопросу о организационной состоятельности этого мероприятия. Можно посмотреть и по-другому, можно сказать, что вы, считающий себя оппозиционером, но это тоже отдельный вопрос, участвуете во всем этом, участвуете во всем этом, и эти выборы, так же, как и уважаемая мной Мария Гайдар, легитимируете. Ну, Галина Михайловна, я не хотел бы... Каждый пользуется разными способами, чтобы себя... Я на эту тональность, честно говоря, Галина Михайловна, просто, вот, ну, к сожалению, у нас есть пример прошлого года, в 2013 году, когда уважаемый совет муниципальных образований города Москвы помог вашему партийному кандидату Сергею Сергеевичу Митрохину собрать подписи. Ну, не случайно. Я, как действующий муниципальный депутат, могу вам рассказать, как эти подписи собирались, в том числе за Алексея Навального, Сергея Сергеевича Митрохина, и всех остальных. Слушайте, у нас в Войковском районе за Навального поставила подпись руководитель исполкома «Единая Россия районная». Ну, о чем вообще говорят? Ну, какие были указания, так и делали. Очевидно, очевидно. Давайте мы послушаем еще одного участника этой процедуры, или, я бы даже сказал, организатора. Николай Николаевич Гончар, матерый депутат Государственной Думы России от партии «Единая Россия», руководитель теперь московской организации этой партии. Вот я с ним поговорил. Он, к сожалению, не смог с нами в прямом эфире быть, но, тем не менее, я с ним поговорил по телефону, и он высказался по поводу этих самых праймерис. Николай Николаевич, следили ли вы за ходом праймерис, так называемых, которые проходили в это воскресенье? И как вы считаете, в чем смысл этого мероприятия? Как же? Конечно, следил. Принимал активное участие в этом процессе. В чем смысл? Как любое другое предварительное голосование, цель его определиться с кандидатами, с которыми в данном случае политическая партия «Единая Россия», московская ее организация, пойдет на выборы, которые состоятся 14 сентября. Я имею в виду, естественно, выборы в московскую городскую думу. Многие из тех, кто следил за ходом этого мероприятия, говорят, что часть людей туда пришла, думая, что это настоящий выбор. Нет ли здесь вот такой вот, ну, я не знаю, подтасовки, что ли? Это не подтасовка. Это заблуждение, возникшее. Ну, я не слышал, чтобы это было неоднократно. Но, тем не менее, такие ситуации бывали. Ввиду того, что в Москве не было ранее опыта проведения предварительного голосования такого. Внутри партийные предварительные голосования в партии «Единая Россия» происходили, но то, что произошло вчера, это качественно иной процесс. А в чем именно качество изменилось? Что тут нового? Что участвует не только «Единая Россия» в этом предварительном голосовании? Конечно. Это очень важно. Это было одновременно и внутри партийное предварительное голосование, потому что было несколько округов, в которых члены «Единой России» конкурировали между собой. И в этом процессе принимали участие как другие представители политических партий, как другие члены политических партий, скажем, КПРФ, как партия в предварительном голосовании, в которой была моя Москва, не участвовала, а члены КПРФ в списке кандидатов были. А как вы будете теперь определять людей, которые пойдут от вашей партии на выборы? Вот тот человек, который занял первое место, теперь ему гарантирована такая именно прямая поддержка партии? Городская партийная организация должна будет выдвинуть кандидатов от партии на выборах 14 сентября. Конечно, по одному округу будет один кандидат от партии. И этого кандидата мы будем поддерживать. Будут ли это обязательно члены партии или могут быть люди, которые в вашей партии не состоят или там выдвигались как независимые на этих праймерис? Это могут быть члены партии, которые выдвигались и писали в анкетах, что они члены партии. Если это член партии скрыл, то такого человека мы выдвигать не будем. Но у нас есть другая ситуация, когда были кандидаты, писавшие, что они члены партии, но таковыми на самом деле не являющиеся. Кто и как будет решать вопрос о выдвижении кандидатов от партии? Конференция городская, которая проанализирует результаты. Может ли быть ситуация, когда мы не выдвигаем по округу своего кандидата? Да, может быть, если это кандидат, победивший в ходе предварительного голосования, которого мы поддерживаем по объективным причинам. Это авторитетный человек, пусть он даже не член партии «Единая Россия». Это человек, не декларировавший неприятие нашей партии, грубо говоря, наш политический оппонент. В этом случае мы будем выдвигать в этом округе, ну, по крайней мере, я буду это предлагать, своего кандидата. А может ли быть поддержан вашей партией представитель другой партии? Нет, не может быть. Он решит выйти из партии, чтобы воспользоваться вашей поддержкой. Такие варианты возможны? Если мы поддерживать перебежчиков, я думаю, что мы не будем. А говорят, что уже фактически есть так называемый список Собянина, который вы будете поддерживать. Раз говорят, что такой список есть, то, наверное, говорят, кто в нем. Уважаемые авторитетные люди, бывшие депутаты Мосгордумы, например. Конкретнее. Ну, вот господин Платонов, например. Господин Платонов, наш товарищ по партии. Он член партии, член политического совета. И, естественно, своего товарища, да еще победившего в ходе предварительного голосования, мы будем поддерживать. Ну, вот это мы поговорили с Николаем Гончаром, руководителем столичной организации «Единой России». Я хотел бы спросить Александра Закандырина. Александр, скажите, на ваш взгляд, как изменится состав вот этой вот Мосгордумовской команды, которую ведет мэрия сейчас? Вот, скажем, вы видели, наверное, уже результаты праймерис, ну, предварительные. Там, так сказать, серьезные перемены будут? Насколько я понимаю, из 32 депутатов-единоросов участвовало праймерис, если не ошибаюсь, порядка 20. 16 победило, да, насколько я понимаю. Ну, премьер-кейтс или 16 участвовало, по-моему, 14 или 15, несколько человек проиграло, да. Ну, мы понимаем, что, скорее всего, эти люди пойдут на выборы, скорее всего, они будут участвовать, скорее всего, они имеют какие-то шансы победить, если ним не будет представлена какая-то серьезная оппозиция, серьезные люди, которые могли бы победить, да, из электоральной точки зрения, организованной, финансовой и иных точек зрения. Что изменится? Ну, во-первых, изменяется количественный состав Мосгордумы, их будет 45. Теперь понятно, что все эти люди исключительно мажоритарные, никаких, собственно, списков нету, да, то есть в любом случае надо будет проходить через прямую процедуру избрания в конкретном избирательном округе. Плюс, насколько мне известно, есть информация о том, что все-таки половина Думы будет работать на освобожденную основе, иначе говоря, за зарплату, а остальная Дума будет работать бесплатно, так уже не на постоянной основе. Как муниципальные депутаты работают, например, да, вот если не считать там какие-то деньги, которые сейчас дают за исполнение государственных полномочий, в принципе, должность муниципального депутата, она не предусматривает какие-то финансии, с исключением одного человека главой муниципального округа, да. Ну, у всех все по-разному, да, вот, например, я не получаю 10 лет зарплаты, ничего страшного, у меня есть там другие источники дохода, я могу этим относительно эффективно заниматься, вот, по крайней мере, результаты, даже результаты так называемого праймерис говорят о том, что я этим занимаюсь относительно эффективно. Ну, по крайней мере, более эффективно, нежели другие кандидаты, так скажем. Галина, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот, тоже про персональные перемены, и не может ли быть такой ситуации, когда, ну, пойдет формально какой-то кандидат от Единой России, а настоящий-то кандидат будет какой-нибудь, ну, вот, такой вот заметный человек, его выберут, а потом он примкнет к нужной фракции? Ну, безусловно, так оно и будет, но я хотела обратить внимание на то, что нам господин Гончар сказал, если бы вы его не спросили про представителей других партий, он бы про них и не вспомнил. Он совершенно откровенно сказал, что они это рассматривают как мероприятие Единой России. Теперь, конечно, так и будет. Конечно, помимо вот этих 16, которых, скорее всего, будут проводить со всеми имеющимися возможностями, с административным ресурсом, с обманом избирателей, ну, как водится, по полной программе. Конечно, будут, и мы уже знаем даже примерно, кто это будет, это будут директора школ, это будут главные врачи больниц, бюджетники, которые зависят от нашей московской власти. Но здесь есть одна хитрая история, понимаете, москвичи – люди не дураки, все-таки они уже и в протестах участвовали, они уже не выбрали ни одного представителя Единой России, которые все спрятались на муниципальных выборах, да, то есть, если вот эти люди, критически настроенные к власти, мобилизуются, то могут быть очень неприятные сюрпризы для Единой России, могут пройти оппозиционные кандидаты. Вот, ну, наш товарищ не помнит, наверное, а мы-то с вами люди постарше, помним, какие были выборы в 89-м году, помните? Вычеркиваете всех аппаратчиков? Такие вычеркнули. Все, кто шел с лозунгом «Долой аппаратчиков, долой шестой статью Конституции», всех выбрали и ничего сделать не смогли. А около ПСС тогда ресурсов было поболее, чем у Единой России сейчас. А давайте мы вот послушаем вторую часть интервью с Николаем Гончаром, может быть, с чем-то вы даже с ним сойдетесь. Жалко, что мы не можем с ним подискутировать в прямую. Пожалуйста. У вас сейчас есть данные, сколько представителей вашей партии победили? Из 32 членов и членов фракции Московской городской думы, которые сегодня еще работают, победили 16 человек. 9 человек не выдвигали своих кандидатов. И 7 человек выдвигали, участвовали и не выиграли. Это значит, что их могут заменить теперь, тех, кто не выиграл? Конференция, которая будет определяться с выдвижением кандидата по тому или иному округу, будет смотреть, какое место он занял, кто победил. Идеологическая совместимость, базовые принципы, по которым мы можем поддержать человека, а можем не поддержать. В качестве примера 43-й округ, центральный административный округ, Пресня, Арбат, Хамовники. Победил Ермольник, это гражданская платформа. Наш кандидат Шастина пришла второй. Разрыв порядка 120-130 голосов. И мы будем определяться, и я думаю, мы будем выдвигать по этому округу своего кандидата, и это будет пришедшая второй, Вера Ростиславовна Шастина. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, на какой результат, вот с учетом этого предварительного голосования, в Москве может рассчитывать Единая Россия и ее союзники? Половина, две трети, сколько вы хотите? Мы хотим все, но вопрос не в этом. Мы хотим, и это принципиально важный вопрос, чтобы москвичи убедились, что в городе проходят честные выборы, вопрос доверия, ключевой вопрос. И нужно сделать все для того, чтобы это было так. В ходе подготовки и проведения предварительного голосования мы сталкивались с тем, что коллеги, в том числе наши коллеги, не всегда корректно, политкорректно, вели себя по отношению друг к другу. Естественно, в ходе выборов такие вещи будут невозможны, потому что это уже будет прямое нарушение закона, и мы будем за этим серьезно следить. Вопрос доверия, ключевой вопрос. Если возникнет ситуация, когда москвичи будут убеждены, что каков бы ни был результат, но это выборы честные, вот это уже будет победа. Не вся победа. Теперь на что мы рассчитываем? Мы, конечно, будем внимательнейшим образом анализировать то, что послужило основанием для победы нашего кандидата в ходе предварительного голосования. Что было сделано? Не так. Я думаю, что мы выдвинем своих кандидатов 28-30 кругов. Выдвижение будет результатом серьезной аналитической работы. Якобы бюджетников заставляли идти на это голосование, да и не только бюджетников. Вы не будете отрицать, что были такие факты? Заставляли? Ну, просили руководители предприятий сходить и просили так, что трудно было отказаться. Как говорится, нет комментариев. Предположить, что их просили, могу. Предположить, что они вняли этим просьбам, это вряд ли. А потом вопрос еще состоит вот в чем. Может руководитель, конечно, это делать. Только каким образом он проконтролирует пост голосования, мы хорошо знаем, как в прежние времена людей, работники ДЭЗов, ходили по подъездам и вечером в день голосования заклинали прийти на избирательный участок. Только мы хорошо знаем, каким результатом это приводило. Вот так вот Николай Гончар сошелся с Галиной Михалевой во мнениях. На самом деле это забавно. Да, мы сейчас сделаем маленькую паузу, потом продолжим обсуждение. Сейчас вот на Суворовской площади в Москве проходит мероприятие, которое называется форум оппозиционных сил. Альтернативное вот этим провластным праймерис. Такой митинг. Даже согласовали власти, хотя перенесли вот с трубной площади на Суворовскую. И там находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Давайте попробуем выслушать его репортажик. Мумин, расскажите нам, что там происходит. Я нахожусь действительно на Суворовской площади, напротив Театра Советской Армии. Как вы сейчас заметили на картинке, идет подготовка к акции, к митингу. Произошла небольшая задержка, потому что застрял где-то в дороге звук. Но вот сейчас вот застраиваются колонки. И в это же время вы видите по обе стороны этого пятачка расставлены столы. Это избирательные округа. Это 45 столов, 45 избирательных округов. Суть сегодняшней акции это объединиться к коалиции. То есть объединиться к разной коалиции, чтобы выдвинуть в Мосгордуму единых независимых кандидатов. То есть объединяются здесь и левые, и националисты, и правые, и демократы, и либералы. Ну, я только вот перечислю те объединения, которые здесь собрались. Это объединение Росфронт, это левое движение. Это объединенное КПСС, одним из участников которого является Дарья Митина. Далее, значит, коалиция за Москву. И вот недалеко от меня стоит учредитель партии 5 декабря и один из активистов коалиции за Москву. Далее, значит, объединение Русские. Ее представляет активист Александр Грузинов, который будет баллотироваться в одном из округов. Вообще объединение Русские будет выставлять 5 кандидатов. Попытается, по крайней мере. Далее, значит, партия 5 декабря тоже будет участвовать, собирать подписи. То есть, вот сейчас мы видим эти столики. Здесь вот бумаги, списки, то есть документация. Здесь будут обучать, как вот собирать, значит, подписи, как организовывать митинги, форумы. Вот у меня даже есть тут некая шпаргалка, где уже запланированы следующие мероприятия. То есть, завтра, 10 июня, 8.30 на выходе из метро Сверской, рядом с памятником, будут подавать уведомления на проведение форумов. Далее, значит, 11 июня будет общее собрание, 23 июня будет форум, не забыть кандидатов. То есть, есть некий сценарий действий на ближайшую неделю, дней 10. Вот сейчас вот руководитель, один руководитель проекта, народный кандидат Николай. Да, Мумин, спасибо большое. Мы ждем от вас в конце нашего разговора. Может быть, там, наконец, начнется само мероприятие. Я обращусь к Александру Закандырину. Александр, а вы вот в этих таких акциях участвуете, ваша партия? Да, да, я буквально недавно с коллегами из народного кандидата проводил даже совместную пресс-конференцию в Росбалте, для которой присутствовали коллеги из коалиции «За Москву». Мы с ними вполне себе в нормальных конструктивных отношениях. Я не вижу здесь каких-то сложностей. Даже господину Белунову, который руководит штабом коалиции «За Москву», сказал о том, что если его кандидат, господин Быстров, который планировал избираться в 8-м избирательном округе, обратиться ко мне за помощью, если она ему такая понадобится, я ему постараюсь ее оказать там, где смогу, ну, в частности, в Бойковском районе, если ему необходимо будет, например, собрать какое-то количество подписей. Когда было предложение коллег собрать за всех людей, которые, независимо от идеологических взглядов, хотят участвовать в этом избирательном округе выбора, я, к сожалению, коллегам сказал, что мне кажется, это не очень реалистичным. Просто, ну, к сожалению, есть некоторые концептуальные вопросы, по которым, наверное, Галина Михайловна меня поймет, по которым мы сильно расходимся с коллегами из разных идеологических течений. И, вы понимаете, прийти гражданам к своему даже активу и сказать, что надо подписать, извините за людей, ну, серо-коричневых каких-то, или там красно-коричневых, да, я, честно говоря, наверное, бы не стал бы. Репутация у этих людей весьма спорная, и мне кажется, это, ну, вот, некий ограничительный фактор. — Галина Михайловна, вы как, опять же, к этому проекту относитесь? — Слушайте, ну, это смешной очень проект, потому что это очередная попытка объединить всех со всеми, националистов с левыми и с демократами, и что из этого ничего не получается, мы наблюдаем регулярно. Но вот, господин Закандрин, как-то странно мне. Вы и там, и там одновременно, как бы на двух политических стульях, и моя Москва, и народный кандидат, и вы к этой коалиции еще, у которой еще одна у нас там есть, коалиция оппозиционерок, куда Маша Гайдар входит, Романова, вы туда не относитесь? — Нет, я к никому не отношусь, я отношусь к саму себе, Галина Михайловна, да. — Нет, я спрашиваю. — То есть они диалоги, видимо, я так понимаю. — Я разговариваю со всеми, кто способен разговаривать. Вот эта коалиция за Москву, куда входит Мария Гайдар, входит коллеги, да, я считаю, что в данный момент мы должны разговаривать со всеми. Вопрос организационных действий, когда нам предлагают собрать за людей с противоположными идеологическими взглядами подписями, мне кажется, нереалистичным, я здесь с вами согласен. Но при этом всем, при этом всем разговаривать, вот мы стараемся со всеми, с теми людьми, которые способны к нормальному общению. — А вот у вас будет проводиться мероприятие, на котором вы, партия, которая имеет право выдвигать без сбора подписей, я так понимаю, будете выбирать себе партнеров, да? То есть это будут не только члены Яблока, как это все запланировано у вас? — Посмотрите, значит, это очень интересно все. На самом деле это интересно и в контексте того, о чем мы сейчас говорим, потому что значительная часть людей, которые участвуют и там, и там, пришла одновременно к нам на всякий случай, чтобы выдвинуться без сбора подписей. Сейчас у нас всего 67 человек, желающих, на 45 округов. При этом некоторая часть людей отпала. Почему? Потому что они настаивали на совершенно определенных округах, а у нас в этих округах уже идут свои кандидаты. Мы им предлагали другие округа, но они не согласились. То есть вот это будут настоящие праймерис. Правда, мы их такими не называем, а называем их отбором кандидатов. — У вас партийный отбор. — Да, у нас совершенно партийный отбор. Мы просим кандидатов изъявить готовность подписать меморандум с основными позициями партийной, в том числе не очень популярными сейчас в нашей стране. — Например? — По Крыму, например. — А что по Крыму? — Ну, по Крыму там позиция такая, что аннексия Крыма — это нарушение всех международных договоров, и нельзя присоединение назвать легитимным. Как вы понимаете, подавляющее большинство не очень разделяет такую позицию. Или, например, отношение к большевизму и сталинизму. Или, например, невозможность изменения ситуации революционным путем. Или, например, европейский путь развития. То есть все вот эти наши базовые программные позиции, 7 их всего, включая позицию по Москве, они есть в этом меморандуме. Плюс договор с партией с определенными обязательствами. Отчитываться, вступить во фракцию «Яблоко», советоваться с региональным руководством и так далее. Ну вот и все как-то согласились, их довольно много людей. Есть у нас округа, где у нас вообще партийцев нет. Есть только внешние люди, в том числе, там и с 5 декабря есть, и с партии «Прогресса», есть гражданские активисты. Вот послушаем их завтра, это мероприятие у нас завтра. И региональный совет будет уже рекомендовать конференции, выдвинуть определенного кандидата. Настоящее будет соревнование. Да, пожалуйста. А потом у нас еще один участник. Галина Михайловна, ну вот, конечно, я с вами согласен, что люди с противоположными идеологическими взглядами не могут, наверное, выдвигаться от партии. Но все, что вы говорите, к сожалению, не имеет отношения к городской тематике. Мы выборы проводим в Москве, эпилируем к избирателям. А вы считаете, что в Москве можно сталинистов выбирать, да? Я лично так не считаю. Вот с точки зрения организации процесса, вы просто вот этот меморандум ставите во главу угла. Кроме того, что он юридически спорен, да, и уже об этом много написано в интернете. Но я даже не хочу даже на эту тему говорить. У партии есть свои позиции. Мы имеем право выдвигать требования к нашим кандидатам. У вас уникальная возможность. Мы не хотим повторения Яровой, мы не хотим повторения Мизулиной. Мы на этом уже... Вы многих людей взрастили, честно сказать, да? Лучше бы мы таких не взращивали. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Вопрос, мне кажется, в том, что у единственной партии, которая относительно независимая, которая не является системной оппозиции... Еще относительно. У нас независимая партия. Относительно независимая. Калина Михайловна, дайте высказать. Относительно независимая. Вы ставите условия, при которых вы могли бы обменить широкую коалицию людей. Например, часть активистов в партии приходили ко мне и говорили. Вот мы хотим выдвигаться, мы понимаем, что мы не соберем 5000 подписей, у нас нет таких организационных финансовых возможностей. Можно мы пойдем в партию, в яблоко поговорим? Я именно говорю, например, у депутата района Зюзина, члена партии, госпожи Чернышовой. Я не сказал, Наталья, это ваше право, пожалуйста, вы можете идти, как говорится, ради Бога. Завтра она будет? Ну, вот пример, да. Я не вижу в этом ничего плохого. Понятно, что, например, я, мои коллеги из федерального руководства партии этим заниматься не будем, просто потому что надо прекратить. Хорошо, что вы члены федерального руководства. Просто, в принципе, но это нарушит организационную структуру. Хорошо, давайте вот мы подключим. У нас тут место человек. Илья Яшин сейчас ведет общение с трудящимися в университетском округе, где он собирается баллотироваться. Илья, вы нас слышите, я надеюсь? Да, да, думаю. Да, вот я хотел вас спросить, вот здесь представители партии, в которой вы состояли, вы теперь в другой партии, Парнас, тоже член руководства, выдвигаетесь, я так понимаю, с помощью подписи. Как вы бы предложили все-таки вот тем, кто находится в оппозиции, жесткой или не очень жесткой, московским властям, федеральным властям, ну, как-то договориться? Есть у вас какой-то замысел на этот счет? Ну, замысел-то у меня есть, только я боюсь, теория к практике будет иметь очень сомнительное отношение, потому что и Яблоко, и другие кандидаты, к сожалению, будут выдвигать кандидатов исключительно там, где они хотят, без учета позиций потенциальных союзников и партнеров. Поэтому рассчитывать на то, что удастся договориться, особо не приходится, хотя, конечно, был оптимизм на старте, но, скорее всего, конкурировать нам придется не только с кандидатами от власти, но и с кандидатами от других оппозиционных структур. Ну, впрочем, я отношусь к этому абсолютно спокойно, и сейчас ключевая задача зарегистрироваться, добиться регистрации, а дальше уже будем как-то пытаться находить точки соприкосновения. И за какое-то время до выборов, если будет несколько сильных оппозиционных кандидатов, которые будут явно друг друга электорально уничтожать, все-таки, надеюсь, как-то будем договариваться и проводить там, может быть, какие-то социологические замеры, и сниматься вдруг в пользу там наиболее сильного кандидата, чтобы просто не уступить дорогу единоросу. Понятно. И второй вам вопрос, знаю, что вы там заняты. Вот люди, которые с вами сейчас разговаривают, какие проблемы их волнуют? Вот что действительно они хотели бы от представителей в Московской городской думе своих возможных, которые не состоят в «Единой России». Ну, есть несколько основных проблем. Здесь я Америки не открою. Людей волнует проблема жилищно-коммунального хозяйства, постоянно растущих тарифов. Людей волнует проблемы транспортные, бесконечные пробки, не очень удобный, очень загруженный общественный транспорт, растущие тарифы на проезд в общественном транспорте. Людей волнует довольно напряженная ситуация с парковками, во дворах машины приходится буквально друг у друга на головах парковать, в центре города постоянно растут тарифы за платную парковку. Людей волнует проблемы миграции. В общем, никакой открытия Америки здесь нет, и все эти данные социологических исследований, они находятся в открытом доступе и вполне подтверждают непосредственным общением с выбирателями. Людей действительно волнует в первую очередь городские проблемы на сегодняшний день. Надо сказать, что позиция «Яблоко» по Крыму мне близка, но вот это акцентирование в ходе избирательной кампании на Крыме, мне кажется, честно говоря, контрпродуктивно. Потому что, как мне кажется, те кандидаты, которых «Яблоко» привлекает, им скорее педалирование темы Крыма поможет. То есть, возможно, имело бы смысл как-то обсудить это в качестве внутреннего, не публичного соглашения. Но педалирование темы Крыма в ходе избирательной кампании голосов точно не прибавит. Спасибо, Илья. Ну что, отпускаем вас. Агитировать нельзя сказать, общаться с гражданами, жителями Москвы. Я к Галине Михайловой обращаюсь. Ну что, может быть, вы действительно перегнули здесь палку-то с Крымом? Уж больно непопулярная такая тема. Или вы готовы идти вот в этом вопросе как в основном? Мы нового здесь ничего не сказали. Это наша позиция, которую мы заявляли. Прятать ее мы не хотим. Ну вот, а что касается... Я хотела обратить внимание на очень важный вопрос. Что касается возможных коалиций. Ведь нам здесь власть устроила очень противную ловушку. Понимаете? Человек что должен делать? Он должен наступать, извините, на горло собственной песни. Он должен выходить из собственной партии официально. Механизма приостановки членства нет. Да? Чтобы участвовать в наших списках. И, конечно, понятно, не все на это готовы. И поэтому эта, в общем, история очень сложная. Хотя, должна сказать, у нас сейчас среди желающих есть и представители Демвыбора, и представители 5 декабря, и РПР Парнас, которые вот готовы поступить со своей партийностью. Хотя, конечно, для некоторых, особенно если они в руководящих органах, понятно, что это практически невозможно. Да, в общем, трудная ситуация. Давайте к Александру. Как раз уж вы победили на праймерис, тоже по темам очень хотелось бы. Вот основные темы, которые волнуют ваших избирателей и действительно могут как-то сыграть в пользу оппозиции против власти. Ну, темы все известны. Можно взять любые соцопросы в различные службы. Мы делали, в том числе, свою социологию. В принципе, то, что дают ведущие социологические службы по Москве, примерно то же самое есть. По районам есть несколько там, ну, специфика своя. Там, понятно, центр волнует одно, периферию волнует немножко другое. Абсолютно правильно. Это женщины и коммунальные хозяйства, транспорт, социальная сфера, образование, здравоохранение, миграция, экология. Можете стимулировать сельской политики? Вот с моей точки зрения самое важное, о чем мы должны, наверное, разговаривать, это некое содержание повестки дня, которую, собственно, мы продвигаем. И здесь, мне кажется, что вот в теме общегородских проблем мы можем найти довольно, ну, такую широкую поддержку стороны многих сил. Поскольку, ну, в теме, например, градостроительства и землепользователей, да, которые волнуют многих людей, в первую очередь, жилищное самоуправление, мне кажется, мы здесь сторонники с большим количеством людей, в том числе и с националистами. В вопросах миграции, понятно, что мы с ним не очень сходимся, у нас немножко разные, там, точки зрения, да. Хотя здесь тоже надо искать золотую середину, не бывает черного и белого, есть всегда оттенки, надо пытаться найти компромисс. А в тематике вот всех этих соглашений надо еще важно понимать вещи. Вот, например, у нас подписано от партии соглашение с двумя уважаемыми политическими игроками, с КПРФ и Справедливой России. Подписано 14 февраля этого года о том, что мы там придержимся неких общих, там, вопросов, по крайней мере, друг другу не мешаем и поддерживаем такой механизм координации взаимодействия. Вот этот механизм координации взаимодействия от Справедливой России был выражен в принятии этого законопроекта, который, собственно, ущемляет наше право и лишает нас возможности регистрации. А господа из КПРФ лично мне решили сделать дополнительный подарок, выдвинуть внука вождя, как бы мне избирать на округ Леонида Андреевича Зюганова. Поздравляю. Да, ну я считаю, это просто, мне кажется, неприлично, если честно говоря, ну, если совсем честно. Уж можно было выдвигать кого-то другого, ну, бог бы с ним. Вот, они сейчас там рисуют биографию, так говорят. Так вот, касаемо содержательной части, это самый, наверное, важный вопрос. Вот я бы на сегодняшний день пообслуживал какие-то соглашения и какие-то коалиции именно с точки зрения содержательной концепции, каким образом должен управляться город. Это проблема, например, которая не была решена в рамках избирательной кампании прошлого года, когда они ответили на базовый главный вопрос, для чего этот город существует. Какую стратегию развития города предлагает Собянин, какую предлагает Навальный, какую предлагает Митрохин, какую предлагает Фетисов, которого не допустили до выборов. Но он у вас сидит сейчас, ваш лидер. Ну, у нас есть организационная сложность, вы понимаете, да, когда я говорю про вот проблему участия в списках других партий, мы понимаем, что у нас это без того сложная организационная ситуация. И с финансовой точки зрения, организационная и так далее. Так вот, вот мне кажется, содержательная коалиция, это самое важное, что мы можем сделать. И вот здесь то, что говорит Яшин, ну, абсолютно правильно говорит, это действительно людей волнует на земле. Я вот столько встреч провел за последние там 3-4 недели, что могу вам сказать, что людей, их политическая повестка дня, тема Крыма, не волнует в контексте выборов в Москву с городской дом. Это совершенно точно. И это педалирование, которое, говорит, делает Галина Михайловна с коллегами, оно нанесет большой вред, я не знаю, умышленное или это там. Это мы посмотрим. Случайно. Да, но, к сожалению, это... Зато они будут отличаться от всех других, понимаете? Вот все за то, что Крым наш, а с Крымом наш теперь связана и война, настоящая восточной части Украины, и разнообразное безобразие. Вот часть людей, для части людей, возможно, это будет такой опознавательный знак. Они не такие, они другие, они против войны и так далее. Знаете, у нас есть один человек, который, извините, ради бога, Галина Михайловна, уклеил весь город своими плакатами, да, что он, собственно, вернул Крым и обещает еще вернуть Москву без пробок. Да, да. И этот уважаемый гражданин Шумский, да, вчера набрал 800 голосов у себя в избирательном округе. 800. Слушайте, а на эти плакаты были потрачены грандиозно. Конечно, безумные. С моей точки зрения, вот такая рекламная кампания в городе, учитывая, что мы понимаем, что это социальная реклама, 5% вообще всех площадей, которые есть в городе, это минимум миллионов 5 долларов, вот минимум. То есть это самая дорогая избирательная кампания за всю историю, которая... Слушайте, я хочу маленький все-таки сюжет еще один показать, очень забавный, по поводу коммунистов. Вы на них обижаетесь, они там вам... Внука вождя. Внука вождя, да, в округ поставили, вот. Но у них у самих что-то такое странное происходит. Вот они тут проводили пресс-конференцию, показывали своих кандидатов и позвали на эту пресс-конференцию писателя Михаила Виллера, который, по-моему, не понял, куда он попал. Пожалуйста, дайте нам репортажик. Я полагал, что когда происходила кампания выборов президента, Геннадий Андреевич Юрьев имел возможность выставить такую программу, что он выбрал бы эти выборы, потому что большинство народов было за сомняемую власть, а не за несомняемую. Этого, однако, не произошло. Далее года не прошло, и был шанс провести Навального в мэр-выбор, потому что разрешили ему на баллотирование, однако зашло дальше, чем те, кто разрешали сначала рассчитывали. Это делалось очень просто. В том случае, если бы вся оппозиция отдала свои голоса Навальному, у нас был бы другой мэр, и в Москве сейчас делались бы интереснейшие дела. Но ни КПРФ, который не имел шанса провести мэр-выбор в мэр, ни Яблоко, который не имели и оттенка одного шанса, но тоже хотели участвовать на политическом поле. Не сделали ничего подобного. И разговоры все остались абсолютно пустыми разговорами, ибо партии хотят жить в политическом поле, заниматься политической деятельностью. Есть такая профессия быть политикой и прочее. Как говорил когда-то председатель МАО, бить надо по штабам. При существующем положении, на мой взгляд, абсолютно никакие теории малых дел не срабатывают. В моем представлении, любая оппозиционная партия имеет свою цель прийти к власти и тогда провести свою собственную программу. Это я понимаю. Когда оппозиционная партия полагает, что она будет оппозиционной всегда и спокойно жить в этом политическом поле, что-то там такое выдвигая, как на работу, этого я не понимаю. Вот я изложил свой взгляд для оппозиционной партии, как их понимаю. Вы верите в создание подобной коалиции? Нет. Я верил в нее во время выборов президента 2012 года. Я верил в нее во время выборов мэра Москвы 2013 года. Двух случаев достаточно, чтобы понять. Никакой коалиции не будет. А кроме того, даже если возникнет желание, власть сделает все, чтобы никакая коалиция была невозможна. Мы живем в государстве, где любого человека можно посадить по любому обвинению в любой день. В такой ситуации невозможно говорить о шансах, когда ты все равно на поводке, чувствуешь ты его или нет. Ну вот Андрей Королев общался с писателем Михаилом Веллером, который забрел почему-то, до сих пор мне непонятно, на пресс-конференцию коммунистов, чуть ли не как участник их агитационной кампании. Но, по-моему, он за них не агитировал. Вообще непонятно за колонн. Наоборот. Он их, по-моему, критиковал. Вот, поэтому я вот, понимаете, я на ваше удивление ответил вот этим сюжетом. Мне кажется, что у них тоже какая-то странная сейчас ситуация, у КПРФ. Они как будто бы формально еще оппозиционная партия. А с другой стороны, если взять вот федеральную повестку, о которой говорила Галина Михайлева, они совсем не оппозиционная партия. Голосуют как надо, поддерживают власть. Они все во всем согласились с властью. Им будет, по-моему, очень трудно в этот раз, даже несмотря на таких активных людей, как Лычков. По-моему, им очень трудно будет. Согласен? Согласен, согласен. Ну, посмотрим результаты внука-вождя. У меня избирательном округе. Посмотрим, насколько они могут зажигать новыми лицами, старыми фамилиями. Вы знаете, здесь дело не только в лицах. Мне кажется, что мы все время вот в этой дискуссии говорим об очень мелких темах. Ведь важно с чего начинать? Важно начинать сначала, да? А с чего начинается политика? Системы власти. Надо менять систему власти в Москве. Надо вводить систему сдержек и противовесов. Надо увеличивать полномочия, а не уменьшать, как сейчас делают. Переводя половину Мосгордумы на общественное начало. Надо делать прозрачный бюджет. Надо выстраивать связку между москвичами и властью. Вот это самое главное. А это уже поможет решить и проблему парковок, и проблему зеленых насаждений, и кошения травы. И проблему хорт, и так далее. Ну да. Слушайте, а вот эта цифра интересная, которую назвал Николай Гончар, там у него получилось, что они выдвигают 28, он сказал, 30 человек. Остается вот этот зазор в 15. Это что? Значит, что они предполагают, ну, не то чтобы оставить для оппозиции 15 мест, но вот такой вот результат, что их это не сильно расстроит. Если из 45 депутатов Мосгордумы пройдет 15 человек, но разной степени оппозиционности. Что вы думаете? Ну, знаете, я думаю, что, во-первых, Галина Михайловна права в той части, что только системные комплексные меры могут изменить ситуацию в городе. И в действительности мы должны говорить о тех механизмах, которые позволяют в комплексе решить проблему. И спорить о технике, как это сделать, поскольку набор проблем известен. Вот. Касаемо, собственно, тактики мэрия, совершенно очевидно, что, ну, Николай Николаевич, видимо, оговорился, да, так вот по Фрейду, что мы хотим все, но при этом все мы понимаем, что будет 30, поскольку у нас есть такой план. И по этому плану у нас есть некоторые вот оппозиционеры, которые вполне себе удобны. Я думаю, что, как говорится, можно по известной поговорке изменить жене, но невкусу. И все будет ровно так же, как на выборах мэра. То есть, допустим, тех людей, которые удобны и которые в Думе были бы полезны для власти. Вот примером такого человека является, уважаемый Николай Николаевич Губенко. Для него уже освободили специальный, специальный, специальный избирательный округ университетский, да. Ну, вот, собственно, где Илья Яшин собирается избираться, да, это... То есть там фактически не будет Единой России? Нет, там уже нет, там, слушайте, там был такой товарищ Забелин, это ректор финансово-юридической академии. Он вчера умудрился проиграть праймерис, понимаете? Будучи ректором, который находится на Юго-Западе, да, ну вот это... Даже студентов не мог убилизовать. Смешная какая-то история. Он, говорят, когда ездил по встречам, очень интересовался любыми возможностями по встречам в школах. Когда ему говорили, а может, вы съездите в сайт ветеранов в какой-нибудь район? Он говорит, нет-нет-нет-нет, сайт ветеранов мне не нужен, они мне уже ничем помочь не смогут. Поэтому я думаю, что, безусловно, такие округа будут, я уж не знаю, какой это есть норматив или нет, там, в каждом административном округе должен быть такой или где-то. Но я думаю, что люди, мэрии, они реалисты, если они будут понимать, что есть человек, который имеет потенциал, который не вреден для мэрии, который, может быть, там, чем-то ним даже еще и полезен, и при этом всем будет присоединить какую-то палитру, то, например, я вот не вижу для них никакой проблемы избрать Сергея Сергеевича Митрохина в Думу. Да, я думаю, вот они уже думают, как, какой округ подобрать бы ему, для того, чтобы он, собственно, там оказался. А вы с Анастасией Раковой не общались? Это самый главный политтехнолог Сергея Собянина. Ну, и, насколько я знаю, Анастасия Владимировна руководитель аппарата. Это одно и то же. Понятно, да. Я лично с Анастасией Владимировной не общался, да, собственно, я ее видел, безусловно, там, на многочисленных мероприятиях, посещен в первую очередь вопросам, местного самоуправления. Человек не глупый, умелый администратор. Ну, не знаю, я ее в последний раз видел, мне кажется, на урбанистическом форуме. То есть с вами она не вела таких тайных переговоров? Нет, самое существенное. А с вами, с партией Яблоко, ведет она диалог? Ну, какие с нами тайные переговоры? Кстати, насчет Митрохина вы сильно заблуждаетесь. Человек, которого больше всего не любят в мэрии, больше всего не любят Собянин. Это именно Митрохин. Как его не любил Лужков в свое время и стучал кулаком по столу, лишь бы Митрохина не допустить на эти выборы. Ну, я считаю, что за это место могут посоревноваться разные политики, в том числе отсутствующие. Здесь уж упомянем и Навального, в конце концов. Его тоже не сильно любят. Навальный болгаркой заборы не ломает, в отличие от Митрохина, и не сажает. Слушайте, если Болгарка, это страшное слово, это партия «Справедливая Россия». Нет, ну, давайте не будем их поминать к ночи. Но будет большая проблема. Будет большая проблема с тем, что у них точно не получится так, как они хотят. Вот как Гончар сказал. Да, вы знаете, еще один, пожалуй, вопрос. Это вот у меня в Фейсбуке люди писали. Стоит идти на выборы после Крыма, вообще смены повестки дня, вот этих катастрофических событий, или не стоит принципиально? И если стоит, то почему, Галина? Ну, мы живем в нашей стране, мы любим нашу страну, и мы должны ее как-то менять. Другого способа нет. А какой другой способ? В подполье уходить? И революцию устроить? Малые дела вот не решают. Нет, малые дела никак не решаются. Потому что, когда ты начинаешь заниматься проблемами своего подъезда, все равно все рычаги уходят туда наверх. Пока наверху ничего не изменилось, и у тебя в подъезде ничего не изменится. Поэтому надо постепенно, последовательно, и самое главное, зная, в какую сторону ты идешь, и что ты собираешься делать, менять ситуацию. А выборы единственный способ. Александр, ваш аргумент. Пока есть возможность участвовать в выборах, в них надо участвовать. Даже в плохих? Даже в плохих, и использовать это как механизм агитации. Если мы понимаем, что участвовать в этих выборах уже невозможно, и вы не можете использовать даже это в качестве агитационного механизма, ну, значит, все. Значит, мы переходим на другой формат деятельности. Кто-то идет в подполье, кто-то становится диссидентом, кто, собственно, уезжает на дачу, кто уезжает за границу. У каждого человека есть своя степень возможностей и свободы выбора. Ну что ж, спасибо. Я благодарю наших гостей. Это Галина Михалева, представитель партии «Яблоко», Александр Закандерин, представитель партии «Альянс зеленых» и «Социал-демократов». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.